Сочи выбрали лучший ТОС и самый благоустроенный двор. Итоги городского конкурса сегодня подвели в Зимнем театре. 180 литров водки для себя. Партию алкоголя из Абхазии задержали на границе. В Сочи из незаконного оборота изъята пиротехника. Салюты продавались в цветочном магазине. На курорте выбрали волонтеров года. Такого звания удостоены 20 городских добровольцев. Как студенты, так и пенсионеры. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов сегодня обсудили на заседании Государственного совета, которое провел Владимир Путин. Участие в обсуждении принял и гувернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На Госсовете озвучили результаты внедрения целевых моделей для упрощения ведения бизнеса. Краснодарский край в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов занимает седьмое место. Доходы жителей Кубани в ближайшие три года должны вырасти. Такую задачу перед краевой и муниципальной властью поставил Вениамин Кондратьев. Он подвел итоги уходящего года и озвучил задачи на будущее. В Большом зале краевой администрации собрались главы всех районов, отраслевые министры и депутаты законодательного собрания. Как отметил губернатор, удалось достичь роста в основных отраслях. Это промышленность, строительство и сельское хозяйство. А консолидированный бюджет края составил 250 миллиардов рублей. Оценку должны не мы здесь ставить с этой высокой трибуны, а жители края должны отмечать, что на самом деле и есть этот рост у них в карманах, в зарплате, в улучшении качества жизни. Коллеги, мы все должны сделать, чтобы зарплата у жителей края была никак не меньше среднероссийской, а то и больше. Потому что мы экономически сильный регион, мы сытый регион, мы успешный регион. Это задача у всех. То есть средняя зарплата никак не ниже среднероссийской, а то и выше. По большому счету, тогда нет смысла говорить о каких-то рывках в экономике. Также одной из главных задач, по словам Вениамина Кондратьева, остается развитие промышленности. На Кубани достаточно ресурсов, чтобы создавать производство. Для этого необходимо привлекательные инвестиционные условия и правильно расставленные приоритеты. Сохранили площадки, слава богу, из-под бывших заводов. Тогда не отдайте их под строительный бизнес, опять, как у нас это модно и очень быстро и легко делается. Отдайте под то, что завтра будет давать экономический дивиденд нашему региону. А это, конечно, промышленные предприятия. И никто не говорит про тяжелую промышленность. Мы говорим про легкую, про перерабатывающую, про станкостроение мы говорим. Все это мы имели. И сегодня нам никто не мешает сегодня к этому вернуться. Помимо законотворческой, большое внимание уделялось контрольной деятельности. Комитету законодательного собрания проведено 28 проверок соблюдения и исполнения действующего законодательства. Итоги 17 из них были заслужены на сессиях. По ним приняты соответствующие постановления. Говорили и о модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В следующем году в Краснодарском крае должны обновить не менее 5% коммунальных сетей. Особое внимание уделят и системе здравоохранения. На новое медицинское оборудование выделят 1 миллиард рублей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи назвали лучший двор, дом, подъезд и самоактивный ТОС. В Сочи уже пятый год подряд проводится конкурс «Лучшее благоустройство территории города Сочи». Именно самых активных тех, кто делает жизнь вокруг комфортнее, сегодня назвали в Зимнем театре. В самом центре микрорайона КСМ праздничная атмосфера. Здесь уже несколько лет подряд ставят елку. Новогодняя красавица украшает вот эту площадку. Сегодня это место проведения всех праздников в микрорайоне. А еще недавно здесь складировали мусор и ставили автомобили. Площадку благоустроили на деньги, которые ТОС КСМ выиграл на краевом конкурсе, став лучшим органом территориального общественного самоуправления Кубани. Каждый председатель ТОС понимает, на что бы он потратил эти средства. Это, соответственно, детские площадки, спортивные площадки, это благоустройство территорий района. Планов у ТОС КСМ много. Например, установить на площади лавочки, провести электричество, чтобы уже в следующем году елка светилась яркими огнями. А рядом, буквально в двух шагах, отремонтированный ДК «Центр нацкультур истоки». Мы проводим здесь праздники, День защиты детей, новогодняя елка микрорайона КСМ. А также мы проводим всякие мероприятия, которые нужны микрорайонам на этой площадке. Семья ТОС КСМ, и это домкома, это актив, это люди, которым не безразличен микрорайон, да и город в принципе в целом. Вообще ТОСы в городе Сочи с каждым годом становятся все активнее. Сегодня их уже 67. Советы создают даже в самых отдаленных селах с населением в 200-300 человек. Проделанную за год работу по традиции отмечают на ежегодном конкурсе «Лучшее благоустройство». ТОС КСМ занял почетное третье место, а первым стал ТОС «Раздольное». Кроме того, был выбран лучший двор, улица, дом, подъезд, домком, управляющая компания. Теперь лучшие в благоустройстве будут отстаивать честь города на региональном уровне. Кстати, в прошлом году Сочи стал лучшим в крае. Самое главное в итогах – это достигли мы ли улучшения качества жизни наших людей. И качество жизни – это определяется и показательность качества здравоохранения, и показательность качества образования. И, конечно, место жительства, дом, двор, улица, подъезд – это тоже качество жизни. Кроме того, отметили тех, кто ярче всего оформил свои объекты к Новому году. Среди районов отличился Адлерский. Сегодня в Зимнем театре подвели итоги года в целом. Анатолий Пахомов отметил, что 2017-й был сложным, но продуктивным. Город посетило 6,5 миллионов туристов. В зимние праздники ожидается порядка 350 тысяч отдыхающих. На курорте родилось за год порядка 7 тысяч малышей. Строятся новые школы и детские сады. Отремонтировано 96 дорог. 160 квартир получили переселенцы из аварийного фонда. Город принял 240 крупных мероприятий. Ну а следующий год будет не менее напряженным. Город примет чемпионат мира по футболу. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. В Сочи и в целом по Черноморской зоне отмечено снижение общего количества совершенных преступлений. Тем не менее, в ряде муниципальных образований обозначен рост определенных видов правонарушений. Об этом шла речь накануне, во время итогового выездного совещания. Оно прошло в рамках работы Краевой координационной комиссии по профилактике правонарушений. В ходе совещания обсуждался вопрос о совместной деятельности правоохранительных органов и администрации Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского района и Геленджика. За последние 11 месяцев хорошие результаты по сравнению с остальными муниципальными образованиями отмечены в Сочи. Показатели преступности на курорте снижены. А вот рост преступности зафиксирован в Анапе, Новороссийске, Геленджике и в Туапсинском районе. В основном это правонарушения, совершенные лицами, состоящими на профучете, из-за алкогольного опьянения, по бытовым мотивам, а также умышленное причинение вреда здоровью. В целом по Черноморской и Сочинской зонам по итогам 11 месяцев зарегистрировано снижение преступления. Следует отметить, что рост преступности на сегодняшний день наблюдается зафиксирован в городе Анапе и в Туапсинском районе. Как отметила Наталья Витязева, инициаторами работы с лицами, стоящими на учете, должны выступать участковые. Правоохранительным органам необходимо использовать потенциал территориальных комиссий по профилактике правонарушений и активно сотрудничать с местными администрациями, а также формировать списки подучетных граждан и предлагать им социальную и консультативную помощь. Сегодня в Сочи состоялся митинг, посвященный 38-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Сочинские воины-интернационалисты собрались почтить память погибших товарищей у Стеллы «Афганский узел», которая три года назад была установлена в Комсомольском сквере. Сам конфликт в Афганистане начался в 1979 году и продолжается по сей день. Советский Союз в нем принял участие по просьбе руководства страны и Сочи на необъявленную войну. Для оказания воинской и интернациональной помощи ушли более тысячи человек. 13 человек погибли. Для нас это памятный день. Мы вспоминаем о всех, кто ушел и о всех, кто живы сейчас. Наша основная задача, чтобы всегда и молодое поколение, и вся Россия помнила о подвигах наших воинов. Это самое главное. Память жива. Все, что сделано, было сделано правильно. И оценку этому историки уже дали. Сегодня в день ввода войск в Афганистан, который в России считается памятной датой, возложить цветы к Афганскому узлу пришла и молодежь, воспитанники патриотических клубов. Почему здесь мы сегодня с вами видим школьников? Ну, потому что воины-афганцы, которые прошли, скажем так, боевой путь, получили опыт проведения боевых действий, имеют ордена, медали, сегодня принимают активное участие в воспитании молодежи. А, скажем так, уходит старшее поколение, принимавшее участие в Великой Отечественной войне, и их эстафету перенимают, скажем так, воины-афганцы. Это и патриотическое воспитание, школа мужества. К слову, памятник воинской славы «Афганский узел» находится под шефством местных школьников. Ребята следят здесь за порядком, что также является одним из методов патриотического воспитания, уверены сами воины. Продолжаем. 180 литров водки якобы для собственного употребления пытался провести из Абхазии в Сочи. Житель Московской области партию алкоголя задержали таможенники вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ. В ходе таможенного досмотра в машине было обнаружено 30 коробок со спиртным. В каждой коробке находилось по 12 бутылок с маркировкой «Абхазский кристалл водка». Водитель пояснил, что алкоголь он приобрел в Абхазии исключительно для себя, потому что дешево, да и праздники скоро. Товар изъят, проводится расследование. Таможенники отмечают, что только за четвертый квартал этого года на посту в Адлере изъято более 300 литров алкоголя. Напомню, что через границу без пошлина можно ввозить 3 литра спиртного на одного совершеннолетнего человека с уплатой пошлины до 5 литров. При этом за каждый литр уплачивается пошлина 10 евро. К другим новостям. Наша телекомпания получила награду за лучшее освещение выборов в законодательное собрание края. Напомню, они состоялись 10 сентября. В конкурсе было заявлено около 30 печатных СМИ и 25 телекомпаний. Оценивались информативность материалов, частота и профессионализм. Наша телекомпания снова вошла в тройку лидеров. Традиционно в конкурсе среди телерадиокомпаний телекомпания ФКТ стабильно занимает второе место. Это говорит о профессиональном уровне журналистов, которые освещают непростую тему, тему выборов, и об интересе данной телерадиокомпании к таким важным политическим событиям, которые проводились на территории Краснодарского края. В конкурсе печатных СМИ первое место ОДА на газете «Новости Сочи». В следующем году сочинцев снова ждет голосование. Страна выберет президента. Депутат Государственной Думы Константин Затулин провел очередной прием граждан в центральном районе Сочи. Каждая последняя неделя месяца у депутата традиционно отведена работа с избирателями сочинского округа. Строгий регламент не нарушается даже в предновогодней суете. Проблемы, с которыми обращаются избиратели к депутату Госдумы Константину Затулину самые разные. Это и вопросы личного характера, например, получения льгот, и те, которые требуют решения на городском, а порой и федеральном уровне. Например, Любовь Курбатова просит помощи, чтобы грамотно узаконить перепланировку в муниципальном жилье. Родители еще в те времена, когда в 81-м году, родители уже для улучшения своих жилищных условий там туалет, ману пристроили, да, кухню так и делена. Ну и не оформили. Ну и не оформили. Ее обращение будет передано в Департамент имущественных отношений администрации Сочи. Количество подобных обращений при каждом приеме достигает десятка. По каждому из них готовятся письма-запросы в соответствующие инстанции. Помощники строго следят за тем, чтобы обратившийся обязательно получил ответ. Темы разные, но большинство касается жизненных обстоятельств, жилья, обманутых дольщиков, вопросов гражданства, которые тоже обострились, в том числе и у нас в Сочи, в немалой степени благодаря Украине. Всего с момента избрания Константин Затурин провел 18 таких приемов граждан. Следующие пройдут в ближайшие дни в Белореченском и Обширонском районах. Местное отделение «Единой России» провело заседание партии. Это последнее собрание перед Новым годом. Темой стали предстоящие изменения генерального плана. Напомню, что 23 декабря в Москве завершился Всероссийский съезд партии «Единой России». Председатели Сочинского отделения поделились результатами московской встречи с коллегами. На повестке дня обсуждение результатов Всероссийского съезда «Единой России». Согласно новой стратегии, партийные проекты будут объединять в смежные направления. Так, из 25 существующих сделают 14. То есть, например, социальные проекты, направленные на поддержку Института семьи, будут существовать в одном направлении под названием «Крепкая семья». До этого существовало два независимых проекта. Одноименная «Крепкая семья» и «Россия важен каждый ребенок». Пять партпроектов продолжат свою деятельность в неизвенном виде. Это «Безопасные дороги», «Единая страна», «Доступная среда», «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее поколение». Объединять это достаточно емкие партийные проекты, охватывающие деятельность всей территории Российской Федерации. Их решили не объединить. В заседании местного отделения посетил депутат Государственной Думы. Константин Затулин обратил внимание на предстоящую процедуру корректировок генерального плана на местном уровне. По мнению депутата, эта работа должна быть результатом сотрудничества всех ветвей власти на федеральном, региональном и местном уровне. Краснодарский край в соответствии с законом разработки стратегии регионального развития уже год ведет работу над стратегией развития Краснодарского края. Эта работа должна быть закончена к концу следующего года. И, конечно, если наш генеральный план и стратегия развития Краснодарского края будут документами разнонаправленными, Это не к чести будет ни властей на всех уровнях, ни вообще для нас и для тех, кто в Краснодаре, с точки зрения согласования позиций. Поэтому при разработке генерального плана необходимо работать не только с позиций интересов города, но и учитывать стратегии развития регионной страны. Также затронули тему предстоящих выборов президента России. На заседании местного отделения однопартийцы призвали коллег поддержать кандидатуру Владимира Путина в предвыборной гонке следующего года. В Сочи подвели итоги волонтерской деятельности. Было отмечено 40 человек, 20 из которых стали за особую активность волонтерами года. Их награждали благодарственными письмами и подарками. Это волонтеры, студенты сочинских вузов и колледжей, волонтеры серебряного возраста. Все вместе они участвуют в различных благотворительных и экологических акциях, общегуровских мероприятиях. Ну и, конечно же, все крупные международные события, которые проходят в Сочи, невозможно без волонтерской помощи. Я люблю участвовать в массовых мероприятиях, люблю новые знакомства, люблю как-то помогать людям. И считаю, что все люди должны друг другу помогать, потому что мы все одна большая семья. Мало того, что вот эта физическая работа, конечно, у нас на воздухе зачастую, и в холоде, и в горах, и везде. Я видела столько интересных людей, я видела столько событий, на которые я бы никогда не попала. Мы готовы, мы хотим. Так обычно волонтеры отзываются на предложение принять участие в определенном событии. В этом году состоялись и всемирные военные игры, фестиваль молодежи студентов, Кубок конфедерации, экономический форум «Формула-1». За бескарестный труд, самодачу, терпение и, конечно же, только слова благодарности. В городе Сочи на сегодняшний день добровольческое движение развивается на очень высоком уровне. Мы практически в каждодневном режиме принимаем участие в большом количестве мероприятий. Ни один город, я думаю, не только Краснодарскую краю, но и Россию не может похвать с таким количеством мероприятий и такой массой добровольческого движения, как есть сегодня в городе Сочи. Поэтому, конечно же, хочется сегодня всех их еще раз поблагодарить, пожелать им успехов, удачи в наступающем 2018 году. Будьте с нами, будьте в команде, вливайтесь в ряды добровольцев. В этом году президент страны учредил в России День добровольца 5 декабря – самый молодой праздник в нашей стране. Указ был подписан в конце ноября – праздник тысячи сочинцев. Начиная с 2011 года в нашем городе было выдано более 8 тысяч волонтерских книжек. Сочинские добровольцы, а это свыше полутора тысяч человек, готовятся встречать гостей Чемпионата мира по футболу в середине июня. Гелина Овсейцин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи из незаконного оборота изъята пиротехника. Рейды по проверке правил торговли прошли в Центральном районе. Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства выявлен факт нелегальной реализации пиротехники. 36-летняя Сочинка организовала торговлю без документов. В торговом павильоне обнаружено и изъято 724 упаковки с фейерверками и салютами. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Полицейские напоминают – покупать петарды стоит только в специализированных магазинах. Продавец обязан предъявить сертификат на товар. Инструкция же должна быть на русском языке. Запускать салюты нужно на открытой площадке. Ну а дети могут это делать только в присутствии взрослых. Сочинские школьники увидели ретро-елку. Сегодня площадкой для проведения новогоднего утренника стала галерея «Курортный парк». Она находится в помещении рекламного агентства «Прайм-Эс» в административном корпусе «Адлер-курорта». А у меня дома такая игрушка осталась. Да? Да. Эти ёлочные шишки, колокольчики и прочие новогодние игрушки знакомы каждому. У многих сочинцев есть такие раритетные украшения. Но вот по-настоящему окунуться в атмосферу 50-х можно только в галереи «Курортный парк». Здесь не только рассмотреть, но и прикоснуться к истории родного курорта разрешат. Хозяйка арт-пространства Наталья Зинькович многие годы собирала одежду советской эпохи, куклы, фотографии, открытки, книги и, конечно, предметы быта. В результате в галерее появились отдельные комнаты с артефактами прошлого века. В одной из них и установили ретро-елку. Возникло такое желание, чтобы дети познакомились с тем, как бабушки, прабабушки встречали Новый год. Это очень интересно. У нас большая коллекция старых игрушек ёлочных и старых открыток. Это галерея, она принадлежит рекламному агентству «Праймэс». Это всё сделано нашими руками, за наши средства. Это наш такой большой подарок городу и отдыхающим. То есть вспомнить нашу общую историю, какая была страна, как люди жили. Одной ёлкой сотрудники рекламного агентства «Праймэс» не обошлись. Они регулярно проводят на своей площадке разные проекты и акции. И в канун Нового года подготовили интересную праздничную программу, зрителями которой стали первоклассники 18-й школы. А воспитанники 6-й детской школы искусств сыграли для них необычный спектакль, в котором, как в галерее, соединились эпизоды старинных сказок и современных фэнтези. Мы давно являемся, можно даже сказать, социальными партнерами галереи, наша школа. И мы участвуем в огромном количестве проектов. Это и фестиваль искусств весенний, и проект «Окрытый космос». И вдруг, неожиданно, в этот Новый год нам удалось поучаствовать вот в таком проекте «Старинная ёлка». И дети, здесь у нас и художники, и хореографы, и вокалисты, дети-профессионалы. Спектакль великолепный. И поют, и танцуют, и рассказывают. Завершился новогодний утренник осмотром музея воспоминаний, а ознакомиться с его экспонатами могут все желающие. Галерея «Курортный парк» работает в годни с 10 до 17 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Новогодняя история о жителях подводного мира. Ее можно увидеть в сочинском дельфинарии парка «Ривьера». Сегодня там состоялось первое новогоднее благотворительное представление. Историю сказочного подводного мира расскажет сам Нептун. Он познакомит зрителей с южноамериканской морской львицей Лизой, и который умеет не только наряжать новогоднюю елочку, но и весело играет в футбол. Умеет активно танцевать и ходить, а все вместе дельфины изумительно поют. Яркие впечатления от увиденного надолго останутся в памяти ребенка. А здесь подготовлена необычная новогодняя программа. Ну, в первую очередь, конечно, отличается наличием новогодних персонажей, сюжетом, новогодним интригой, возможностью сфотографироваться с Дедом Морозом. Не только с дельфинами, как это обычно бывает, но еще и с Дедом Морозом. Получить подарок от Деда Мороза и активно поучаствовать во всем, что происходит. Если летом зрители именно смотрят, то зимой они больше гораздо участвуют. В парке Ривьера можно не только увидеть дельфинов и стать частью новогоднего шоу под названием «Дед Мороз и подводная братва», но и подружиться с лошадьми. Их несколько редкой породы, привезенных из разных стран, но уже подготовленных к участию в новогоднем конном шоу «Волшебные сани Деда Мороза». Главный волшебник зимы и его сказочные резвые скакуны расскажут и покажут, как за одну новогоднюю ночь успеть развести детям подарки. Сейчас каждая лошадка именно в качестве артиста показывает все свои трюки, то есть все то, чему научилось у нас в театре. И выступает именно лошадка. А артисты, люди, они только помогают. Представление проводится два раза в день, начиная с 27 декабря до 13 января. В «Дельфинарии» новогодняя сказка с дельфинами до 14 января. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел турнир под дзюдо на призы девятой спортшколы-курорта. Он проводится впервые, и участие в нем приняли самые юные атлеты. Для большинства из них это первые соревнования. В турнире приняли участие более 50 ребят, победа для которых означала путевку на городские соревнования под дзюдо. Одновременно с этим решалась и другая задача – передать и укрепить навыки судейства молодых инструкторов и тренеров Сочи. Учитывая возраст спортсмена, в ряд технических действий, а также болевые и удушающие приемы на подобных соревнованиях запрещены. За действиями начинающих дзюдоистов следили профессиональные тренеры. Популярность дзюдо в Сочи растет, и это неудивительно, ведь здесь изящная техника с эффектными бросками и восточным этикетом. Дзюдо похоже на игру в шахматы, вот только ходы нужно делать молниеносно. По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Доставали их в связи с приближающимся праздником из большого мешка Деда Мороза. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok